а что вы так туманно то почему по туманно почему очень туманно очень туманно а вот так это ничего не меняется чтобы делать там даже не никакой изменения нету туманной туманно так ну ладно так далеко не будьте вот так вот маленько еще поближе вы знаете что у нас все записывается выставляется в интернет вы не против да и на тихонович мы курсе мы читали и смотрели ваши нет 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 слушая вас говорите у меня вопросы насчет крещения так как я ходила ну то есть я росла в семье как бы так бы мама вроде как бы верующая была ну по-своему и я не знала православной веры и потом по жизни господь так посмотрел что я попала к баптистам я там принимала крещение у меня вопрос по поводу как мне теперь поступить я уже два года не хожу к баптистам так как стала изучать получше писание и получается у меня вопрос по этому поводу как мне подойти к батюшке объяснить что у меня получается я тогда не крещеная так как вот сказали сейчас так и надо подойти и сказать ему все но если вы в детстве были моченые он крестить вас не будет ни под каким видом это мы уже знаем исключение пока никаких нет у нас тут 12 июля будет отовсюду люди приезжают 12 июля воскресенье мы высылаем ему маршрутку приехать на несколько дней раньше тут будут проводить и беседа и прочее а 12 июля воскресенье будет крещение у нас нынче едут даже с франции до этого приезжали из германии откуда бы не были потому что отступили отступление в церкви а баптистское крещение но не несет в себя сакральности потому что во первых не при не имеют он рукоположения при свитере он не церковный человек хотя внешне они соблюдают погружают но крестят опрокидывают опрокидывает это положение во гроб апостол павел мы крестили в смерть смерть то есть стоя он должен погрузиться и выйти так всегда было на спину никто это только еретики так делают адовентисты и гависты баптисты все пусть они не обижаются когда слушают ну так никогда в церкви не было не было ну и не было такого чтобы вы мощили как сейчас вот это искажение извращения повсюду но выход есть надо готовить и крестить нам приезжают священники и романахи крестятся и возвращаются назад и служат только так я вам сразу подруги вопрос доски но окрещение материал и маршрутку давайте говорите у меня вопрос еще по описанию написано служение рук человеческих и в основном у баптистов так и насчет крест на крестного знамения крестное знамение а какое отношение так креста как как они этим говорят что нельзя налаживать ну именно местное знамение на человека ну а там разве написано про это а крестного знамени это окрестного знамени там нет ни одного слова нету нету и просто с баптистами то нет но это неразумно во первых если мы начинаем с ними разговаривать нормально они в течение ну я могу сказать 15 минут все до одного соглашается что они заблуждаются я 53 года работаю с ними с баптистами я их очень хорошо знаю это хорошие люди но они не церковная вне церкви нет спасения дело в общем я вопрос просто задаю вам как бы на двое голоса скажу вот сидят и я спрашиваю скажите чтобы ответить на какой-то вопрос какие надо вопросы задавать они не знают четыре вопроса надо всегда задавать четыре кто сказал когда кому с какой целью мы говорю кто сказал павел когда сказал ну когда был на земле жил в первом веке вот когда он был в ариапаге перед афинянами кому сказал афинянам людям неверующим дальше были там православные ли какие-то люди никого не было первые обратились там говорится кто лидия там дионисе то есть не было с какой целью сказал с тем чтобы они служили единому богу не служили идолам которых он дальше говорит имеющие как бы нужду в чем-то речь шла о божествах их апостол павел не мог запрещать то чего нету на необитаемом острове где нет ни одной машины никто не будет ставить симопор если его нету я спрашиваю да апостола павла там были христиане из контекста видно не было никто он был первый ему говорят послушаем что ты говоришь когда стал говорить о воскресенье в другой раз послушаем какие-то новые божества то есть баптисты соглашается что там христиан не было и поэтому павел как мог им язычникам запрещать креститься когда это символ христиан за кого павел то считает да как же мы так думали вот весь ответ то есть там близко даже не было крестного знамения а речь шла о строительстве капищ где жертвенники были где поклонялись этим богам марс юпитер венера сатурна скрипий вот и все так же какое отношение имеет крестное знамение никак написано поднимаете павел желаю чтобы мужи воздымали руки всюду без гнева и сомнения вот мы и поднимаем нас много у нас много рук и мы без гнева и сомнения а баптисты раз не крестятся они все время в гневе и сомнения написано без него и сомнения мы поднимаем руки мало того в конце еще поднимаем руки благодаря что такое место описание какое это такое место вот это вот вы только что сказали а вот это что без него и сомнения записала пожалуйста 1 тимопея 28 и так желаю это чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи воздевают чистые руки без гнева и сомнения за счет танков руки нечистые и они в гневе и сомнения у православных чистое потому что мы все поднимаем мы крестимся вот и все ну а как больше ты другого толкования быть не может до вопрос это то есть понятно и еще мне там по вы-то поняли на чем я говорю что павел не мог запрещать его нету просто они не не понимают обстановки надо разъяснить ответить на вопросы кто когда кому с какой целью они же люди то разумные в этом вопросе у меня не было противоречия сектантов ни от кого и никогда по этому вопросу все сто процентов какая бы ни была большая аудитория все соглашаются что они заблуждаются по этому вопросу все дальше еще меня по писанию никак не могу понять местописание там где труп там соберутся орлы все понятно ты смотри непонятно что ты почему голоса то не видать я вообще не понимаю вот видишь а чем это вызвано что она не шла не включена или что так подождите тут что-то недоразумение было ладно где труп там и соберутся орлы это 24 глава и варвара матьфея ученики его спрашивали когда он говорил о разрушении храма когда это будет и запятай какой признак твоего пришествия то есть они соединили разрушение храма с пришествием христа судить мир то есть они не поняли и задали два вопроса в одном и господь поэтому отвечает на оба вопроса одним ответом в первую очередь когда римляне а в семидесятом году и по 71 был штурм иерусалима император веспасиан с римскими легионерами окружили город и город был разграблен и уничтожен миллион сто тысяч погибло людей от голода и были там повешены вот иерусалим был как труп аримские легионеры как car со аромали теле на new это самые смелые сильные люди но так как они говорили вопросе этого признак пришествия в этом вопросе и пришествие христос явятся на облаках как труп друг то есть убиты трупом называется человек который умер и он явится говорит и возряд на того которого пронзили кого пронзили от азахария говорит то есть христос Сияется в том же теле, в котором будут язвы. В том виде, как он был в огробе, на облаках. А верующие, как орлы, будут вознесены ему в Сретение. Где труп, там соберутся орлы. Речь идет о восхищении церкви. Судный последний день, не за тысячу лет до последнего дня. Тут баптисты все грубо ошибаются. Так. Просто у меня тут сестры сидят, я их пригласила. Они тут слушают. Ну пускай слушают. Я попутно еще раз скажу. Вы потом проверьте свой глазок. Глазок потом проверьте, что с ним. Почему он такой туманный. Поближе к себе. Еще ближе. В лесу поставьте поближе. Вот так вот. Ну ладно. Вот так получше. Ну ладно, не отступайте назад. А то у вас совсем глаза не видать. Я не люблю, когда глаз не видно. Слушаю и дальше. Ну вы поняли, что я ответил вам? Следующий вопрос. Вы-то поняли, что я ответил? Да, да. Все, давайте дальше. Так. Неполадки в интернете. Неполадки в интернете у нас тут. Говорите, вам слышно, нет? Неужели она будет прервалась? Ну ты так и не выключай. Так и держи. Вот идешь неполадки. Она мне сегодня была. Она назвалась. Сейчас я ее посмотрю. Как она? Вот так. Она отзошла. Фомина и Елена. Елена. У нас Елен много. Вот так. Сейчас я посмотрю. Вот так. Вот. Еще она там сумеет подсоединиться, нет? Видишь как? Ну, мне говорят, вы повторяете. Ну а как? Вышло? Давайте, включайте. Нет у вас пока еще совсем. Входите, давайте. Включайте. Нету? А я нажимаю, оно включило, нажало. Попробуйте. Скайп-то нажмите. Что-то не вижу ни вас. Так, вот так. Вас не вижу. Почему она не включена у вас? Что-то неладно с интернетом. Ну, у нас же... Ну, мы же на Украине живем. У нас бывают такие очень часто моменты. Ну, давайте, говорите. Игнат Петихович. Вот, вы... Да-да-да, уже увидела вас, увидела. Еще у меня вопрос. Сейчас так. Вот книга Малахия. Я сегодня читала. И тут в первой главе сказано. Возлюбил Бог Иакова, а Исава возненавидел. Но ведь Бог любого. Как можно это местописание объяснить? Объяснять не надо. Надо как написано, так и принимать. Бога не надо подправлять. Бог есть любовь. Это сектантское суемудрие перешагивает через данное Богом. Я спрашиваю, а первый мир в потопе потопил весь со всеми младенцами. Кто? Там были беременные женщины. Кто потопил? Этот Бог Иегова. А какое имя ему? Любовь. Ну, в Содоме-то малые дети-то не занимались тем, чем занимались взрослые-то. Но они вместе сгорели. А кто это сделал? Сжег. Бог. Имею ему любовь. А хан согрешил один сын в заре, взял из заклятого. Седьмая глава книга Иисуса Новина. Но погиб-то весь дом и малые дети. А шестнадцатая глава с числа Дафана Вероны Корей. Убиты были все, и животные все. Кто? Бог повелел и сделано. Мы о Боге ничего не знаем, кроме написанного в Святой Библии. И придумывать не надо. Это тоже поповское суемудрие. Бог никого не наказывает. Бог гневается. И Бог говорит, проклинаю вас. Все ваши благословения. Тут же в книге Малахии говорится. Да, да, да. Феофан Затворник говорит. Вот священник говорит, я благословляю. А Бог говорит, а я не благословляю. И что утвердится? Вот и все. Мы к Богу должны приходить с великим страхом и трепетом, как говорит псалмопевец Давид. Мы спасены не просто спасены, а в надежде. А у баптистов, у других как? Они уже, я спасен. И у них коронный вопрос. Когда встречается, а ты спасен? Мы отвечаем в надежде. А они спасены. Это обольщение сатанинское. Потому что написано, многие потерпели кораблекрушение в вере. То есть теоретически, да. Мы, верующие в Сына Божий, имеем жизнь вечную. Имеем, то есть может ее получить, но дойдет он или не дойдет, неизвестно. Вот мы считаем 88-й псалом. И кто согрешит, не благоволит тому душа моя, говорит Господь. Не благоволит. Потерпели кораблекрушение в вере. А о многих, о которых я говорю со слезами, Павел говорит, поступают как враги креста Христова. Они уверовали, получили духа святого и стали хурителями. Посланник евреям, Павел говорит, которые не почитают за святыню кровь завета и духа благодать и оскорбляют. То есть они причащаются в церкви, а живут как свиньи. И что с ними? Нет, говорит, ничего для них, кроме ожидания страшного огня Божия. И поэтому мы спасены в надежде, мы надеемся на Бога. Но таковы ли мы, мы должны себе сказать, не таковые. Поэтому подвязающиеся, сеющие, поливающие ничто, а все Бог возвращающий. У православных самая правильная позиция. Позиция кротости, смирения. Наклоняй свою голову. Не гордись, а бойся. Те ветви отломились, не верим, а ты держишься верой. Павел говорит, не гордись, иначе и ты отломишься. Ну, послание к римлянам, он убеждает, язычников на основании еврейского народа. Любой вопрос нам отвечает святая Библия. Если она молчит, ответа нет. Иоанн Златоуз говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. А сегодня что угодно наговорят. Высчитывают кончина мира, как свидетели Юго в этом адвентисте седьмого дня. Не ваше дело знать времена и сроки. Все, все пальцы нам связаны. Не надо гадать по пальцам. Никто не знает. Мы считаем Евангелие от Марка, даже Господь и Сын не знает. Почему не знает? По человечеству. Вот Бог и человек. А как Бог, Он знает. Вот так. Вот у меня знакомый, тут был какой-то диалог, но я уже ролики ваши смотрела и поняла, что людей можно оповестить, но спорить с ними не надо, не нужно. Это не по Библии. И просто там человек утверждал, что Господь это не Бог, что Иисус это такой же человек по плоти. Вот как ему ответить на этот вопрос? Никак. Отойди от него, он безумный, у него ума нет. Ума, анафема ему. Все, понятно. Написано так. Послание к Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Кто приносит не то учение, даже мы или ангелы, Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Ему анафема. Анафема, и все, на этом отойди. И написано, не бросай бисер, жемщик перед свиньями, перед псами. Почему в 13-52-м псалме написано, сказал безумие в сердце своем, нет Бога. Нет Бога. Неверующий Богу представляет его лживым. То есть он Бога обвиняет во лже, вы с ним разговариваете. И кто не примет, отрясите одежду свою, отойдите от него. Отряси одежду. И выйди от него, и все. Врагов Бог не может привлечь насильно. Он дал чудный дар и страшный дар свободы. Можешь избрать, а можешь отвергнуть. День, когда мы свидетельствуем людям, это чудный день Божий. Человек может обратиться. Но и страшный день, если он не примет. Он уже не сможет сказать, что он не слышал о чуде воскресения Иисуса Христа. О его жертве Голговской, о пролитой крови. Мы должны это сказать, если не принял отойти. Чтобы не быть повинны. Почему? Да он под стадию еретика подходит. А его, говорит, после первого-второго разумления отвращайся. Ибо они, говорит, будучи самоосуждены. То есть он сам себе вынес приговор этот человек. И вопросы нету, сняты. Вот. Вы в православие вот ходите, православные. У меня сразу к вам просьба. Я второй год. Просьба. Второй год как. Да. Если вы никогда больше к бописам не пойдете, вы самое доброе, что было с ними, сохраните у себя. Вы много там доброго получили. Любовь к Библии. Да. Они хорошие свинины, хорошие работники. А сейчас часть вот и сестра пришла. Вот я обратился у пятидесятников. У пятидесятников я обратился. Ну, как дали Библию, я обратился. Я готовый был. Так я нынче съездил туда в Латвию, и там долго стоял на коленях и плакал. Того места дома, того нет. Так я свои книги подарил там, кто там живет. Ну, организация какая. Плохая связь тут опять. Ну, ладно. Ну, вот так. Дальше. Нет, я вас хорошо слышу. Дальше. Хорошо говори. Да. И еще тут у меня знакомые, которые не смогли прийти, спрашивают, у нас такая ситуация в стране, и брать оружие или нет. Не брать. Ну, то есть идти... Никогда не брать нигде. Мы не берем. У нас все идут в армию служить альтернативно. Там за больными ухаживать где-то. Ни снаряды подносить, ни корректировщикам огня нигде. Ни один. Если вам это непонятно, я скину материал о войне. Христос говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Нам другого не дано. Мы должны бороться с евреями, с мусульманами, со всеми. Но оружие только одно – любовь. Мы должны оказать внимание им, что требуется отдать, и нижнюю рубашку. Нам нет другого пути, как только по заповедям Божьим. Христос это указал. Будучи на кресте, он молился за врагов. А Украина что? Она стала рассадником всякой заразы. Все ереси там. Все секты там скопились. И вот наказание Божие пришло еще не до конца. Самое главное – впереди. И это же поджидает и Россию. Научитесь мыслить категориями священного писания. Украина для нас – это не другое государство. Мы сколько по ней ездили. У нас тут все – и жены, и все украинки. Вот Володя, он снимает Пащенко, с которым ездили. Один Кручина, фамилия, а другой Савченко. У нас вокруг одни украинцы. И Украина для нас – это не другая страна, не другой народ. Это сатана. Дело это. Мы молимся за вашего Порошенко, за нашу Паутинку молимся. Нам не дано другого-то. Написано «Моритесь за старей начальствующих». Я на днях только узнал, правда это или нет, что Петр, ваш президент, является диаконом Православной Церкви Московского Патриархата. Еще проверить надо. Так это удивительно. За него надо молиться уже как за священнослужителя. Не знаю. Ну. Не знаю, не знаю. Курчинов-то пресвитером, говорит, является у баптистов, что ли. Да. Ну вот. Да, да. За него молиться, чтобы молитва тронула его сердце. Бог откликается на молитву. Он дал нам возможность связываться по этому каналу молитвой. Мы молимся и за Барака Обаму, и за этого, за Горбачева, чтобы Бог дал покаяние, чтобы он не ушел в ад. У нас задача молиться. Почему у меня эпиграфом в жизни сейчас 118-й Псалом, запишите. Псалом 118-й. Стих 164-й. Стих 164-й. Семикратно в день прославляю тебя, с большой буквы, за суды правды твоей. За то, что война, за то, что взяли, обезглавили. Это суды Божии, и за них надо славить Бога. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, теснота, война, Павел перечисляет. Никто. Никто и никогда. Мы переховали мечи на орала, на плуг. В момент, когда Господь нас призвал. Ответ один. Мы воюем тем, что не участвуем в войне. Призываем к миру. Вот в этом вопросе очень последовательны свидетели Иеговы. Это нужно взять и нам. В настоящее время они назывались Библифоршеры. Они никогда не приветствовали Гитлера, не Сталина. Те и другие поставили задачу истребить. Ни Гитлера, не Сталина, нет. А свидетели Иеговы живы. Да какую силу, как евреи набирают. Но они еретики. Даже еретиками назвать нельзя их. Настолько далеко ушли. Ни Троицу не признают, ничего. Но это они делают правильно. Я с ними в лагере сидел. Хорошие ребята. Но они не в церкви. Так, слушаю дальше. Еще один вопрос. Есть ли у вас какие-то группы или священники, которые правильно идут занятия с людьми в Свердловской области? Есть. В моем доме. Я вам называю где. Это город Абакан. Записывайте. Абакан. А у нас знакомые, ну, мои родственники в Березанском. Ну, нет, мы не знаем, не знаем. А это в Екатеринбурге, она спрашивает. В Екатеринбургской области есть ли такие священники? Не знаю. Я знаю только тех, которые знаю. В Москве, я вам назову, около храма Христа Спасителя, на этой стороне, прямо от храма Христа Спасителя, метров 250-300, видно храм. Это называется на набережной Березаневской. Там отец Кирилл, игумен. Кирилл Сахаров. Сахаров. Это тот, который ведет занятия. Вот там город Абакан, это Хакасия. Там настоятельным отец Геннадий Фаст. Он в моем доме пришел, это Менонит, немец. Немец. Потом он закончил семинарию в академии, он магистр богословия в патриархии. Это удивительный человек. Он был преподаватель Томского университета, физик-математик. И вот у нас одна встреча прошла, только и Бог его оттуда сразу привел. А он был руководителем молодежи у баптистов. Одна встреча. Но мы до утра просидели, пол пятого только закончили беседу. И он понял, сплошное заблуждение. Хотя сам он удивительный проповедник. И у баптистов руководитель был среди молодежи. Кружка. Ну там только братья есть. В сравнении. Там только есть братья Володя с Андреем. В Екатеринбурге-то. Ну надо, вы можете там найти. А как там зовут, где они находятся? Село Покровска. Ну а телефоны давай. Надо телефоны, село Покровска. Потом вам напишем. Артемовский район. Хорошо, хорошо. Артемовский район, запишите. Артемовский район. Я в Артемовске живу. Ну а район-то там найдете. До Ницкой области. Значит, у них там отец Андрей, да? Да. Фамилия как его? Не знаю. Так, отец Андрей у них. И вот там Андрей Смирнягин есть. Это наши люди. Андрей Смирнягин. И Владимир Пищиков. Вот. Это люди наши, которые собираются. Людей, которые ходят и благовествуют. Они приезжали у нас, приняли крещение с полным троекратным погружением. Я через них обратился. Да. Ну там уже можно найти. Там рядом совсем. Начать искать по священнику. Священник, где он, в каком? В Покровском? Артемовский. В Артемовске. Отец Андрей в Артемовске? Да. Вот найдите там в храм православного Артемовске. Отец Андрей. И спросите про этих людей. У него матушка Юлия. Еще запишите даже. Очень хорошая она грузинка. Очень хорошая матушка. И там есть одна сестра Елена. Вот вам уже тезка. Вы мне там скинете, может, как-то подробнее адрес. Я тут быстренько записала, то, что вы продиктовали. Просто дело связано с крещением. Хорошо. Не все могут добраться до вас. Понятно. Ну вы говорите, но я говорю, что не будут. Не крестят. Вот сколько мы знаем, везде в Москве, везде ходили никак. Они просто ерятся, что архиерею пошли говорить. Он говорит, если кто покрестит, я священника выброшу. То есть они как слуги антихриста поступают архиереи. Поэтому выход надо искать. Вот у нас тут одна девушка, женщина позвонила. Ее покрестили здесь. Но получилось так, что один исповедовал, а другой покрестил. И меня спрашивают, а может быть им не говорить, что ты мочен был в детстве-то? Ну, раз не крещен, что говорит-то? Но я стою на том, что надо говорить. Надо до конца все сказать. Иначе упрекать будут. Скажи, ты тайно подошел, хитростью приобрел это благословение, как Иаков. Хотя оно даже хитростью получил, все равно действительно. Вот я так понимаю, как я говорю. У меня все открыто до последней точки. А может к крещеннику подойти по писанию, как одна женщина с одним судьей подходила к нему несколько раз по своему нужде, по своей, он сделал ей, дабы она отошла от него. Ну, вот тот судья, который жестокосердный был-то, он намного лучше современных попов. Хоть сто раз подойдите, он не будет, потому что они его, свои попы, сразу слопают без остатка. Они считают вот это мощение крещением, это обман, это сатана их обольстил. Крещение переводится в погружение. И все святые отцы говорят, скрываясь в воде, мы умираем. Вот вы принимаете крещение, и до этого дня, что вы делали, весь грех снимается, вы рождаетесь заново. Это сатана удерживает, не дает креститься. Я им говорил, надо патриарха крестить, епископ, и Русь обновилась бы, Русь. Ну, мы нашли этот выход какой. К нам приезжают священники, которые крестят. Говорите. Когда я об этом узнала, что у меня получается неправильное крещение, неверное, неистинное, а я готовилась к причастию, и я пошла причастие принимать. И после этого сильно заболела. Я вот как-то склонна думать, что когда я узнала истину, но я приняла все-таки причастие, получается, я его неправильно приняла. Нет, неправильно. Пока вы не знали, ситуация была другая. Но вот вы узнали. Готовьтесь к окрещению. Пока не будете крещены, больше не причащайтесь. С оглашенными выходите. На полном серьезе. Когда говорят оглашенные, выходите, вы куда-то там в притвор, где-нибудь в тамбур выйдете. Когда будет говорить, с миром и зыдем, тогда можно обратно зайти. Вот так делается у нас. Но у нас такого не говорят. Говорят обязательно. У нас не говорят в церкви. Обязательно даже не говорят. Я не знаю, но бывают такие, не говорят, это исказители. Это литургия Иоанна Златоуста. Там такие слова. Литургия это проскамения первая. Литургия оглашенных и литургия верных. На третьей части, если моление воскресное взять, то только могут быть верные. Кто готовится к окрещению, за грех отлученный, должны выходить. Вот у нас примерно 20% уходит. 20%. Вот бывало, там человек заметили, выпили. Значит, он года два стоит там в коридоре. Выходит со всеми. Бороду подправил там маленько. Разности нет. Он будет стоять там. А уже если был серьезный грех, то у нас по канонам. А священники говорят, да по канонам уйдет. Но уйдет, это его вопрос. Меня это не касается. Он уйдет. Ну и что? Уйдет он, избрал такой путь. Церковь в лице епископов. Только в Вселенском Соборе 2000 епископов было. 2000! Тысячи! А сегодня какой-то один человек пытается отменять. На регламент Петра Первого ссылается. Это безумие. Для нас даны каноны у православных. Каноны это вешки на пути в Царство Небесное. Ко мне сектанты иногда приходят и... Что делать? Вот у нас вот такая ситуация. Я говорю, у православных вопросов нет. У них там проповедник один. Ну, видимо, пресвитер или кто он. И вот его заметили, он с чужой женщиной соединен. Грешит. Что делать? Ну, мы его, говорит, запретили. Пришел. Я говорю, на сколько вы запретили? Ну, пока там на полгода. Я говорю, смотри. Он женатый, женатый. Отлучается, допустим, не меньше, чем на 8 лет. 8 лет. И сам с него, если только он был, снимается. Но тогда он не отлучен. У церкви каноны. А не маленько, погодя, приходит опять, говорит. Он опять впал. Ну, так что, такое адра. За хвост, да в яму его и все. Он никто. Но ему запретить проповедовать на вокзалах, всюду никто не может запретить. В церкви он потерял право. Он будет выходить соглашенным. Избрал грязь. Он отношения к церкви не имеет. Церковь святая, непорочная. Он уже вне церкви. Поэтому, чтобы войти в церковь, вот такой порядок. Жена впала в прелюбодеяние. Нарушила седьмую заповедь. Для нее, допустим, 9 лет. А для мужчины 6 лет. А почему? Несправедливо. Зная Василия Великий, говорит, но по-другому пока нельзя. Женщина сделала аборт. Василий Великий, второе правило, 10 лет от учения. 10 лет. А сегодня она 5 абортов сделала. Пришла, говорит, он ее там 40 поклонов сделает. Просто издевательство. А она опять за старое. Она за один аборт должна 10 лет стоять в притворе. Это канон, правило. Из книги правил. Меня не опровергнет ни один патриарх, никто. Потому что эта книга у них в руках. Без нее нет церкви. Слушаю. Есть вопросы? Вопросы есть? Тогда еще у меня немножко. Но это меня касается. Игнатий Тихонович, иногда, ну вот как бы по времени, очень большое расстояние, но иногда Господь посылает. Я не могу сказать, что Господь. Но видения какие-то такие яркие, красочные. Вижу крестное знамение из планет. И вот недавно вот как бы такой дивный сон такой, который взбудоражил. Но я могу просто объяснить, в каком плане это как бы... Я понимаю, что иногда на этом нельзя, как говорится, зацикливаться на этих снах. Но иногда они вот как-то бодрят, в том плане, что лишний раз Библию откроешь почитать. Но этот сон был связан как бы с восхищением церкви. Вот так, кратко, без подробностей. Как вы можете мне помочь в этом вопросе? Простой вопрос. Сон бывает трех видов. Первый от Бога. Вот фараон видел когда. Второе от дьявола. Дьявол обольщает, навевает, подсказывает. Ты что-то узнаешь. Не во сне, может быть, видения какие-то, откровения. И третий от заботы, от переедания. Вот и все. От Бога на сто процентов только тогда, когда ты видишь там крест. Крест. Распятие. Или на храме, или в руке. Крест. Четко, ясно, крест. Это на сто процентов. А эти храмы? Это сто процентов от Бога. Сатана не может показать. Ну а как его понимать, вы сами не пытайтесь. Нужно найти духовного человека и с ним вместе начать молиться. А потом, надо ли вам это? Вот у меня было, если видение, ну как видение, сновидение. Я видел крест перед арестом. Меня Бог предупредил. Я знал, кто против меня будут, какие слова будут говорить, чтобы я приготовился. У меня так все и было. Я показал, когда вернулся, показал, где этот крест летел по небу. Я на нем сидел. И где он опустился, я пошел, лопатой там пометил. И где там сидели попы, священники. И что со мной делали. И все так и было. То есть это предупреждение Божие. Не надо на это смотреть. Сны и сны. Бывает что-то предупреждение. Даже если ты не видел крест, он может быть от Бога. Но тут под сомнением. У меня однажды было, я большой материал готовил много лет. 14 лет работал по теме масонства. Протоколы сионских мудрецов. И когда уже материал закончил, мне надо теперь, ну а раньше-то при советской власти, 70-е годы, я стал искать, кто может помочь насчитать. Надо считать на несколько голосов. Всех попробовал, но не подходит и все. Как я воображаю, я как режиссер, какой голос должен быть. Ну и встал утром и говорю жене своей, я видел сейчас сон интересный, говорю, перед утром. К нам сегодня должны два человека прийти. А потом, я говорю, потом, и в это время в дверь стучат. Открывая дверь, два человека заходят. Ну и дальше я при них уже заканчиваю. Два человека, я говорю, приходят, а они баптисты оба. И один остается, а другой уходит. Но он будет под скалой, и скала над ним нависнет. Стали беседовать, один из них остался, стал православный, сразу же принял. Потом он станет иеромонахом. Яковлев, это тогда был идеолог Советского Союза, Суслов, Михаил Андреевич, это его племянник. Это очень, он сам был на Украине, большого масштаба комсомольский работник, там областной или какой. Яковлев, отец Гена, Геннадий Михайлович. Ну он обратился к Богу. И теперь он начитывает. И вот когда писали, на него напал ночью Кришнаит и отрезал ему голову. И бросил ее на престол. Кришнаит. Это общество, известный такой случай был, в городе Тура, Тура, Енисейского округа. Вот. И он, этот Геннадий, он потом отец Григорий стал, он как раз помогает мне начитывать. И на нашем сайте, сайт во свете Библии, его голос вы можете услышать. Там, где говорится о масонстве, какой у него голос. И он потом говорил, это были самые лучшие дни в моей жизни. Это Бог открыл. Открыл? И мне искать не надо было. Только мы заговорили, внутренний голос сказал, это он кого-то искал. Я его искал, я пробовал в разных городах, иногда искал знаменитых артистов, РСФСР заслуженных, никто не подходит. Он подошел. Во-первых, это глубокая вера. И как он считает? Я говорю, я сам не помню, будто не на земле был. И вы можете его послушать о нашем сайте. По-русски зарядите в Google сайт во свете Библии. Библейский сайт даже запишите. Библейский сайт во свете Библии. Напишите, наш Игнатий Лапкин. И там увидите звук, звук и видео. И не уткнете, и сразу перейдете там, где на второй странице. И вы его голос услышите. Яковлев. Слушаю дальше. Еще вопрос. Есть у вас начитанные, как раз вы на эту тему говорите, начитанные откровения именно с толкованием с этих отцов, именно звуковые. Чтобы не читать. Есть, да? Видео. Зачитано. Аудио у меня записано. И видео. У меня аудио на сайте. 50 книг моим голосом начитано. 50 книг. Полностью 12 томов Златоуста. 12 томов Жития Святых. Архипелаг ГУЛАГ. Библия 77 книг полная. Добротолюбие 5 томов. То есть 50 книг общей сложности мной насчитаны там, на нашем сайте. И кроме того, мы откровения Иоанна Богослова с толкованием и Матфея насчитали видео. Видео. Это все на нашем Ютубе канал. Наш канал называется «Открытым оком». Видеоканал «Открытым оком» Игнатий Лапкин. Тоже во свете Библии. Вы сразу его найдете. Ну а дальше там по плейлистам ищите. Увидите. Слово Божие. В него заходите и там найдете. У нас богатейшие. У нас 2770 роликов. Наших только. Представьте. 2770. А иные ролики по часу больше. Там фильмы, которые у нас сняты. Все есть. Фильмы непростые. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. Так. Слушаю. Игнатий Тихонович. А еще вопрос. Последний. Недавно. То есть так получилось. Я нашла такую информацию. Тетрада кровавых лун. И там один человек связывает эти кровавые луны, которые повторяются именно два года подряд. И именно в израильских праздниках. Пасха и Кущи, если я правильно запомнила. И человек объясняет, что первая тетрада кровавых лун, которая была в 49-50 году, это было связано с восстановлением государственности Израиль. Вторая тетрада, 57-58 год, была столица, они за шестидневная война. И вот эта последняя тетрада, они связывают это с храмом израильским. Что за три счастья? Так, я не понял, а каких счастях, спрашивает? Не знаю. А ну-ка повторите, а какие счастья он относит первой, второй, третьей? Дальше понятно, политика. А что именно он относит, я не пойму, какие-то места описания? Нет, он именно, как в Библии написано, и будет кровавая луна, где описано, и там знамения. Именно в бытие первой главе, и наблюдайте знамения, да, для чего была создана луна, солнце, чтобы и знамения там наблюдали сроки, и, ну, это из бытия первое. Ну, я знаю дальше. И этот человек, просто он, так, вот эта тетрада кровавых лун, которая именно вот сейчас наблюдается, в прошлом году была, и в этом году, по еврейским праздникам Пасха и Кущи, и они это связывают с Израилем. Я понял, больше не повторяйте, нас это не касается. Нам это не дано знать, а служил луна, куда другие, если ему охота подробности узнать, сказки эти слушать, пусть идет к адвентистам седьмого дня, там этого хватает. Или к староверам, беспоповцам. Они бредят этим, ждут. Они там Даниила все это сравнивают, глупости это. Нам это не дано гадать, и зачем мне это нужно, с чем связано. Я знаю только одно, что мир на Израиле, мы каждый день молимся мир на Израиле. Великое преимущество быть иудеем, потому что им верено Слово Божие. Об евреях мы каждый день должны молиться. Через них мы получили Святую Библию. Через них пришел Христос. И поэтому, сохрани вас Бог, где-то говорит что-то против евреев. Поэтому, если хочешь быть благословенной, всегда благословляй всеми Авраама, никогда не проклинай. И второе, плати десятину. Вот все, этим заканчивается. А все остальное посредине. Это два полюса. Я знаю, там сейчас на Украине, Днепропетровске... Спасибо, Игнатий. Евреи все захватили, там говорят, нас это не касается. Мы знаем эту нацию, Бог дал как закваску миру. Они пошли не тем путем. Надо молиться, чтобы эти ветви привились. Чтобы они приняли Мессию Христа. А не того Машиаха, который будет Антихристом. Вот и все. Все закончилось у вас? Да, спасибо большое. Ну с Богом. Расскажи вас Господь. Хорошо. Я скоро поставлю. Смотрите. Видал, сколько вопросов она накопила? И была не одна. Это и все. Ну, слава Богу. Я бы ничего не мог сказать, если бы не...